Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня подробно поговорим о праздничной Рязани. С начала лета этого года главная пешеходная зона нашего города, улица Почтовая, превратилась в зону, я бы сказал, сплошного праздника выходного дня. Каждый выходной день на Подбелке проходят различные фестивали, различные праздники. Ну и, конечно же, приближается День города. В этом году он особенный. Рязани исполняется 920 лет. И вот обо всем об этом мы будем беседовать в нашей студии вместе с заместителем главы администрации города Ларисой Кархалевой. Лариса Анатольевна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, начнем с Почтовой. Действительно здорово, что вот этим летом праздник каждый выходной день на улице. Довольны, как все идет? Ну, вы знаете, мы открылись 26 числа, 26 июня было открытие этого проекта. Проект очень большой, он рассчитан на все лето. До 29 августа, 29 августа планируется закрытие встречи на Почтовой фестивальное лето «Будь в центре». Ну вот первые две недели прошли, я должна сказать, по нарастающей. Людей прибавляется. Горожан, хотя были сомнения, что пятница люди уезжают на дачу. Нет, не все уезжают на дачу, многие приходят к нам. И это радует. Встречи у нас тематические. Каждую пятницу мы работаем со всеми желающими участвовать в этих встречах. Приглашаем всех горожан, рязанцев не только быть непосредственными участниками праздника, но стать и организаторами его. Всех умельцев, рукодельниц, швей мы приглашаем принять участие в выставке продажи. Делается это абсолютно бесплатно для желающих, для художников, всех умельцев, всех мастеров различного плана. Помимо этого, творческие коллективы приглашаются самые различные и просто люди, желающие показать себя, представить свое творчество. Работает центральная сцена. Помимо этого, много до 20 интерактивных площадок на всей улице. И каждый может найти занятие в душе. Детские площадки, мастер-классы, различные музыкальные площадки. Это и симфонические оркестры, это и музыканты-любители. Ну, самые различные направленности. Это свободный микрофон, где можно просто почитать стихи для желающих послушать. Ну, на самом деле, так же изначально все и задумывалось, да, что после того, как улица была реконструирована, в нее должна быть, ну, что называется, вдохнута, скажем так, творческая жизнь. Жизнь, конечно. Этот проект так и задумывался. И когда в прошлом году Подбелка преобразовывалась, бывшая улица Подбельского, сегодня Почтовая, и мы именно акцентируем внимание на том, что это не Новая Арбата, не Старая Арбата, это именно улица Почтовая в нашем центре. И слоган «Взяли, будь в центре». Мы зовем всех к себе в центр, в центр общения, в центр нашего города. Поэтому, я думаю, та идея изначально, которая вкладывалась в реконструкцию этой улицы, она вот реализовалась до конца этим летом. Мне кажется, очень важно, что это нашло действительно отклик, что называется, снизу. Вот в этом году прошел фестиваль босиком. Насколько я понимаю, идея пришла, что называется, вот от совершенно сторонних людей, ни в коем случае не сотрудников администрации. Нет, нет. И кто-то критиковал, кто-то высказывал, ну, скажем так, мысли по усовершенствованию этого фестиваля, но то, что он прошел, это уже здорово. Конечно. Лиха беда начала. Конечно. И я должна сказать, что вот идеи очень много у горожан. Прислушиваемся, все впитываем и стараемся реализовать замыслы все, не только администрации города, но и всех горожан, для того, чтобы всем было интересно. Александр Анатольевич, ну, как я уже сказал, этот год особенный. Рязани исполняется 920 лет, круглая дата. И, собственно говоря, как идет подготовка к ее празднованию? Ну, конечно, много делается по благоустройству, потому что город готовится к празднику, хотя большая работа была проделана к 70-летию Победы. Очень большая работа по благоустройству города, и сейчас она продолжается. Вот закончилась высадка РОС, 920 РОС появилась на клумбах города Рязани. Благоустраиваются различные дворы, уголки. Рязань готовится к своему 920 дню рождения. Праздники спланированы на 31 июля, 1 и 2 августа. Программа очень большая, обширная. В этом году мы готовим абсолютно новые встречи и мероприятия, которыми постараемся удивить горожан. Ну, и помимо этого, традиционные. Ну, чуть-чуть расскажу. Все не буду, а немножко расскажу. 31 июля день пройдет. Вообще общий девиз праздника 920-летия – «Люблю Россию, люблю Рязань». Вот под этим девизом пройдет праздничный, пройдут мероприятия в течение трех дней. 31 пятница – «Здравствуй праздник», торжественный прием, который пройдет в честь 920-летия. Будут вручаться награды медали Чумаковой лучшим горожанам города, внесшим самый большой вклад в развитие города в год 920-летия в предыдущие годы. В 18 часов фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2015» традиционный. Мы от него не отказываемся, потому что люди заявлялись на участие в этом фестивале задолго до начала подготовки. Традиционный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2015» на протяжении всех трех дней будет. И свечение ночное, шаров будет. Все, как всегда, в традициях этого фестиваля. Летний вечер в парке. Мы в этот раз запланировали концерты сольные. Элла Хрусталева в горпарке даст свой концерт. Ее творчество знакомо рязанцам. И я думаю, что желающих послушать эту певицу будет много. И они придут в городской парк. Ночное светомузыкальное шоу «Люблю Россию, люблю Рязань» на площади театральной. С мейпингом, с проекцией на театр исторических событий нашего города. И затем пройдет дискотека во времени. Начиная с 60-х годов мы приглашаем разные поколения. На театральной площади будет звучать музыка, начиная с 60-х годов и приближаясь к нашему времени. То есть это действительно совершенно новый формат. Не было такого, не могу вспомнить. Да, такого не было. Ну и 1 августа, суббота. Всей семьей на день рождения фестиваль воздухоплавания продолжается. В этот день мы отпразднуем 90-летие стадиона «Локомотив». Новоселье в старом доме. Реконструкция стадиона произошла. 90 лет вот самому маленькому старому зданию, которое тоже реконструировали, привели в порядок. Откроем, почествуем всех спортсменов, выросших на этой базе. И закончится этот праздник товарищеским матчем по мини-футболу между командами правительства и администрацией города Рязани. Посмотрим, как чиновники умеют в футбол играть. Посмотрим. Так, ну что еще? Значит, в этот день очень много будет праздников улиц в субботу. На различных улицах города будут проходить праздники, посвященные вот именно конкретным местечкам, памятным датам, связанным с этими улицами, во всех буквально районах города. Городской праздник Рязань приглашает друзей. Как всегда, огромный пирог. Мы от него не отказываемся. Мы приглашаем различные друзей города Рязани, города-побратимы. Мы приглашаем всех рязанцев, желающих дружить со своим городом. Пригласили Надежду Чепрагу. Она дала согласие приехать, будет давать концерт на почтовой. В этот день состоится семейный праздник «Рязань – город спортивный». В этом году он проходит у нас в большом формате в борках на площадке перед лентой и на озере «Карьере», который справа от ленты находится, не тот с пляжем, а второй карьер. Значит, у нас там и шоу силачей, и велосипедисты на горках будут кататься. А начнется это все. Байкеры из Москвы приезжают. Они возглавят велопробег от глобуса. И велосипедисты приедут, приедут роллеры, приедут байкеры. И большой праздник начнется у ленты. Причем площадок почти 20 будет у ленты самых различных, самые различные направленности, абсолютно новые вещи. У нас силачи будут тягать даже 15-тонные Камазы. Чего только там не будет. А на самом карьере пройдут водные соревнования. Это байдарки, это соревнования по плаванию. Помимо этого, водное шоу будет проходить. Это летающие артисты на струе воды. Красивое очень шоу. Шоу тоже абсолютно новое. И вечером, поздно вечером, будут световые фонтаны под музыку тоже на карьере. Там большой праздник, там будет дискотека. Вот это одно из центральных мероприятий первого числа. Гордость земли Рязанской 2 августа. Это фестиваль воздухоплавания в течение дня. Утро начнется с молебного славы города Рязани на территории Кремля, как всегда, у собора. Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей авиации видов вооруженных сил Российской Федерации «Авиадарц-2015». Он пройдет в Дубровичах на полигоне. Очень красивое большое мероприятие. В 11 часов стартует межрегиональный детский фестиваль «Солнышко в ладошках. Дети с ограниченными возможностями». И детки, которые желают поучаствовать, приглашаем в Кремлевский парк. Это будет очень зрелищное, красивое развлечение. Предполагается приезд Дианы Гурцкой с выступлениями. Так что всех желающих, горожан с маленькими детками, мы приглашаем туда. Праздник наш, традиционный военно-спортивный праздник Рязани-Столица ВДВ состоится. Без этого нельзя, это день рождения. В 17 часов на почтовый вернисаж откроется. С прошлого года он тоже традиционный. И в 20 часов на площади Победы концерт с участием российской звезды. И 22 – праздничный фейерверк. Ну, просто супер, на самом деле. Очень интересная программа. И для всех возрастов, и что называется, на любой вкус. Я только центральные назвала, самые крупные. Помимо этого, на улицах, во дворах планируется очень много мероприятий, которые пройдут в микрорайонах, приближенно, так скажем, к проживанию людей. В целом планируется более 100 мероприятий за три дня, вот, для достаточно большого масштаба. Марина Анатольевна, я благодарю вас, желаю успешно все это реализовать. Ну, а нашим горожанам, которые нас смотрят, хочу сказать, никуда не уезжайте из города на 920-летие. Будет действительно очень здорово и интересно. И я тоже хочу обратиться к рязанцам. Дорогие мои, как бы ни старались люди организованно все сделать, убрать, давайте вместе подготовим наш город к празднику 920-летию и уберем каждый двор, каждый подъезд. Пусть станет красивым, пусть это будет нашим домом, весь город и каждый дворик отдельно. Всем всего доброго, доброго лета, настроения хорошего и участия во всех праздниках. Спасибо, Лариса Крахалева, заместитель главы администрации города Рязани, в программе подробности. До встречи в эфире.